Спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин» был введен в эксплуатацию в марте 2009 года. За 8 лет он стал самым популярным и посещаемым учреждением города. Более 400 человек в день приходят сюда заняться спортом, принять оздоровительные процедуры. В то же время комплексного масштабного ремонта за эти годы здесь не проводилось ни разу. В результате естественного износа и сдержек строительства необходимо проведение ремонта кровли, утепление фасада, восстановление антикоррозийного покрытия, несущей конструкции купола бассейна и теплоизоляции вентиляционных шахт. Требуется срочно произвести ремонт. Значит, вот такие вопросы на повестку выносим. Что это у нас будет? Капитальный ремонт, некапитальный ремонт? Значит, как будем ремонтировать? Нужен проект разработать, либо это будет по смете будем делать, сметную стоимость, дефектовку сделаем, расценим, сколько это есть. И за счет чего будем ремонтировать данное учреждение. Я имею в виду источник финансирования. Мы должны сегодня определиться, решить, что это будет. На совещании при главе округа были представители от культуры, спорта, финансисты, зам по строительству и директор комплекса Игорь Кутебергей. Смета для ремонта уже была составлена три года назад. Тогда к ремонту так и не приступили по ряду причин, в том числе финансовых. К этому вопросу вернулись сегодня, в связи с тем, что в феврале в бюджет округа собираются вносить поправки. По мнению директора спорткомплекса, назрела необходимость более развернутого и масштабного ремонта здания. Но для этого специалистам нужно произвести тщательное обследование. Добавились другие работы. Это необходимость обследования и экспертизы металлоконструкций, несущей металлоконструкции, которые поддерживают крышу. Там по крыше была протечка. Там примерно в 8-10 местах ржавение металлоконструкций, коррозия. И вот эти работы верховые, которые необходимы для проведения экспертизы, состояния самих конструкций, они необходимы в срочном порядке для того, чтобы определить объем работ, ну и естественно стоимость и материалов, и самих работ стоимость. Что и должно войти, собственно, и в смету, если мы все-таки будем финансировать ремонт, поправим бюджет. Чтобы обеспечить нормальную работу спорткомплекса, по мнению директора, необходим частичный ремонт кровли, утепление швов между блоками, здания и многое другое. Есть еще одна проблема, с которой я тоже уже начал отслеживать как руководитель. Это осадка полок и некоторые провалы даже в полах. По какой причине, естественно, мы и не работники, и не инженер, и не я не можем знать. В проходах, где расположена чаша, под чашей, часть полов забетонированных лопается, мы ставим плашки, контрольные ленты клеим, расширение трещин происходит, незначительное, но оно есть. И вот буквально в ближайшее время, где-то месяц назад, полтора, у нас полопалась плита кафельная на полах, и произошла осадка земельной породы, где-то в пределах полтора-два сантиметра в одном месте. Все участники совещания сошлись во мнении, что ремонт необходим. Принято решение частичные ремонты, обследования для производства более серьезных ремонтных работ производить параллельно, с условием тщательного планирования. Крыша и полы нужно заказывать экспертизу однозначно. А вот другие необходимые работы, в принципе, можно и проводить. Хорошо. Я так думаю. Хорошо. Какое предложение? Какие работы проводим? Есть смета? Готова смета? Не актуализирована смета. Может быть, есть смысл актуализировать и провести, скажем, ремонт вот этих компенсационных швов, которые соединяют здание, с облицовкой работать, внутренний ремонт здания самого сделать. То есть, не разом все потом делать? То, что мы уже видим, что необходимо делать, и не требуется там проект, экспертиза. И мы этот, значит, объем работы делаем, а кровля и полы мы все-таки пойдем через экспертизу.